Накануне наш телеканал рассказывал о ситуации, связанной с оформлением документов на получение ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет. Жители жаловались, что выстраиваются длинные очереди около Центра поддержки населения Твери по адресу Склискова, 38. Многие подавали заявление еще в мае этого года, но до сих пор не получили выплаты. О причинах ситуации рассказали специалисты Центра. Тему продолжит Наталья Чекет. Напомним, что 12 апреля правительство Российской Федерации утвердило дополнительный перечень мер поддержки семей с детьми от 3 до 7 лет. В Тверской области прием заявлений на ежемесячные выплаты на детей стартовал 20 мая. Она положена в том случае, если средний душевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленного в регионе за второй квартал года предшествующего года обращения за назначением ежемесячной выплаты. Постановление 384, по которому, значит, семьи, еще раз повторюсь, где имеются дети в возрасте от 3 до 7 лет, им назначаться будет именно прям с 1 января 2020 года пособие в размере 5699 рублей. Наталья Ущиповская поясняет, что причиной очереди и ажиотажа стало то, что люди обращаются с заявлением о выплатах именно к ним. Они идут в многофункциональные центры, с которыми у соцзащиты заключены договоры на обслуживание. Также замдиректора рассказала, что к ним сразу поступило около 9 тысяч заявлений. И оперативно обрабатывать их элементарно не хватает сотрудников. Помимо прочего, проблема не только в количестве заявлений, но и в том, что каждое необходимо отправить в разные ведомства для проверки. Полицию, налоговую, установить состав семьи, подсчитать совокупный доход. На каждую семью приходится, в составе, например, 4-х человек приходится по 19 запросов. Это в те государственные учреждения, которые предоставляют госуслуги. Поэтому мы через систему межведомственности электронных запросов начали осуществлять, соответственно, с нашей стороны, в налоговую инспекцию, в пенсионный фонд, в миграционные службы, в центры занятости. В центре поддержки население просит граждан набраться терпения. Ведь каждое заявление будет рассмотрено, и все причитающиеся выплаты будут назначены для детей с 3 до 7 лет. 1 января текущего года в полном объеме. Если заявитель подаст заявление 30 декабря 2020 года, ему будет рассмотрено заявление и назначено пособие с 1 января. Но дайте нам время. При таких объемах работы техническая часть очень большая. Каждое заявление регистрируется, заводится в компьютер, заказываются деньги, обрабатывается и отправляется на выплату. Учреждение напоминает тем, кто уже получил первую выплату, вновь подавать заявление не нужно. Средства будут начислены автоматически. Чтобы получить выплату, нужно подать заявление в Центр соцподдержки населения по месту жительства или в любой филиал МФЦ. Также заявки принимаются через портал госуслуги.